друзья всем доброе утро всем доброе утро с города матеевка снова донбасс на связи все крым отошел у нас сегодня обзорчик будет мы с вами видим поселок ханжонково зачастили мы поселок но тем не менее людям значит это надо сегодня мы с вами полностью полностью пройдем по улице гаврилова она идет параллельно улице тирова я думаю сегодняшняя наш такую путешествие пешая прогулка по городу матеевка в очередной раз для вас будет интересно дождь идет кстати да дождь для меня тоже была неожиданность когда я утром стало тут льет вчера пекло сегодня льет ну может быть даже и хорошо мы с вами не зажаримся а немножко промокнем но зонтик со мной что садимся с на восьмерку потом на шестерку доезжаем доезжаем до автостанции ну может быть даже до автостанции не доедем мы сойдем раньше чтобы именно выйти на конец улице гаврилова и уже выше подниматься до дома культуры в общем все буду показывать буду рассказывать кому интересно как всегда кому интересно оставайтесь со мной ну по ходу дела буду все рассказывать что почему как почему именно сегодня почему именно ханджон кого все я вам расскажу знаете даже как-то соскучился соскучился по городу матеевка по таким вот вылазкам в город просто пешая прогулочка спокойно с какими-нибудь историями быть может из крыма быть может история матеевки в общем лучших традициях моего канала так благополучно с вами добрались до автостанции переханова я уже наверное зон доставать не буду мы быстренько пробегим сразу хочу напомнить кто только включился что мы сегодня с вами рванем поселок ханжон кого и полностью от начала до конца пройдем улицу гаврилова улица гаврилова довольно-таки длинная улица она больше двух километров идет параллельно улице тирова главной дороге поселка ханжон кого мы с вами пройдем 1 масте микрорайон 2 микрорайон магистральный микрорайон 72 школу с вами увидим самую большую на районе то есть кому интересно кому интересно оставайтесь со мной нам получается нужно шестерка вот сапка Субтитры подогнал «Симон» 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 по времени если время хватит где-нибудь еще с вами походим именно по тем улицам ханжон кого где мы с вами еще не были если я не ошибаюсь на данный момент мы двигаемся по микрорайон 1 мастер джон кого я в новой тепке вы заметили как она нормально мне кажется мне красная больше идет как видите еще все у нас зеленая еще ничего не повыгорало и здесь у нас с вами встречаются разные дома все начиналось с частных домов продолжение уже двухэтажные или дома одинаковых подряд а между ними вот записался маленький частный домик ну а улица названа в честь героя советского союза петр михайлович гаврилов который был рожден 1900 году и принимал участие в обороне бритской крепости в 41 году офицер майор такая великая личность в честь него названа улица вы понимаете какие-то 2 собака спать и что мне чуть не хапанула были успела вернуться так тихо подбежала знаете не то что там она бежала гавкала тихо как-то попадаем какие-то джунгли с одной стороны и с другой стороны ну на данных местах это понимаю сильного дождя не было потому что вот есть участки еще сухие значит здесь не сильно поливала потому что у нас вроде как так хорошо ливану еще часа три ночи просыпался и слышал за окном дождь думаю ну наконец-то это случилось подошли мы к высоткам многоэтажкам первомайского микрорайона поселка ханжунково вот тут житель житель двухцветный житель подать по этим местам я тоже не ходил впервые здесь всегда так получалось что мы с вами патирова добирались там кто-то того того да в основе я доезжал всегда до автостанции советской мысль вышли намного раньше остановьте две или три ну и конечно же возле подобных домов всегда у так вот скопления машин это у тех у кого нет гаража так вот тут где-то надо нам свернуть вроде бы налево там где-то у нас будет магазин что-то я уже запутался мы с вами магазин как-то прошляпили надо было чуть-чуть свернуть ладненько впереди будет еще мы сейчас с вами дойдем до памятника ну по крайней мере карта показывает что вот так вот если прямо лети то мы прям к памятнику упремся потом зайдем во дворы чуть-чуть пройдемся вернемся на эту здорово какие-то дебри я не знаю дома полу разрушены ну по идее улица чкалова впереди это у нас какой-то недострой это улица чкалова вот такая дикая улица значит так как то ожидал что здесь будет более так движение ну я не мог не подойти к этому памятнику сейчас узнаем что к чему чему посвящен вечная память шахтерам шахты 13 без погибшим на фронтах великой честной войны 41 45 год фамилия имена отчество ну и тут дальше у нас через зеленку повела тропинка которая выводит еще на какую-то дорогу ну а дальше высоченный телекон что скорее всего и является телеконом именно шахты 13 без и такой уклон серьезный на этих можно было бы изобраться будем пониже но нет рисковать не хочу и там огромнейший тоже отвал и ромишь вот так вот порой забридаю сам не знаю куда не на принципе знаю ну я думал здесь более цивильно но все таком немножко в запустении вот не должны достроить и насколько я уже успел узнать данный памятник был в одно время уничтожен тут был пожар кто-то подпалил что-то горело знаете и вот это вот все было восстановлено учениками 72 школа возле мы еще с вами будем проходить эти уже кованые инсталляции вот автомат краска это видимо с какой-то есть сделано тоже учениками 72 школы молодцы ребята молодцы ребята вот ну память нужно жить память есть это хорошо но мы с вами идем дальше ну а сзади этой стены как можете наблюдать признание в любви но признаваться любви так всегда хорошо ну знаете друзья совершенно не на этом месте вот так с похабить ох уж это молодежь нам сейчас надо попасть во двор этих на этажик там я высмотрел магазин с вами надо все-таки чего-нибудь купить чтобы так сказать подкрепиться немножко видишь с новыми силами рвануть вперед к дому номер пять по улице гаврилова я думаю возможность должна быть пройти между между домами тропинка протоптана значит все возможно так так где магазин такое уютное гнездышко для жителей данных многоэтажек двор детская площадка и тут видите тоже дома не достроены тебе седочка есть в общем все для жизни есть это очень хорошо магазин мы с вами нашли я смотрю откуда люди возвращаются значит там магазин так что-то тут уже нам кодрасти а кофе-чай вы такой не делаете а какие-нибудь булочки здесь тоже нет ладно что-нибудь придумаем о давай я просто не после него не увидел одну штучку кофе чая не было купил лимонад слойку с творогом очень вкусно кстати сейчас чуть-чуть постоим тут видите получается как один дом пол дома сделано пол дома и не достроили все хотел взять две думаю если адрес тем то мне будет тяжело идти ну да вот тут мне надо было сворачивать я пошел дальше прямо ничего зато с вами прогулялись по одному из дворов первомайского района ну а теперь снова выходим на улицу гаврилова и тут же возле многоэтажек десяти этажа точнее у нас вот двухэтажная постройка все так знаете разнообразно разношурска но и здесь живут люди тут нас получается как между улица идет как дворовая часть узенькая больше похоже на тротуар до чем на дорогу ну возможно возможно для вани для его мамы данные места знакомых потому что хоть до пятого дома далековато но все равно когда-то кто-то здесь же проходил поэтому буду рад если вам это что-то напоминает кого-то а вот та самая 72 большая действительно что она большая косметический ремонт требует открылась она кстати в 1988 году не такая шум и старая на месте на месте другой школы восьмилетний какой-то ну а большая сейчас мы с вами вокруг этой школы обойдем тут деревянный домик стоит без окон без дверей стадион 72 школы кстати в этом году что я вспомнил в этом году 2002 4 отсюда выпустилась 5 учеников которые получили красный диплом что называется диплом а от будет правильно так и получили медали соответственно молодцы 5 человек это немало пожелаем им успехов в дальнейших познаниях ну так если бы школу обходим мы попадаем на улицу пугачева и снова выходим и снова выходим на ту улицу которая нам нужна улица ушедший дом а точнее его крыша заворачиваем на улицу пугачева с улицы чкала давайте немножко на стадион зайдем поближе вдруг кому-то это что-то напомнить его школьные года стадион конечно заросший все такое ну видно знаете что и сама школа она хоть и построена в 1988 году но как-то ее жизнь побила там я смотрю и крыша пострадавшей вообще штукатурка отваливается некоторые школы которые 60-х годов даже лучше выглядят хотя видно что крышу делают много мусора такого строительного что-то доделают возле школы вот такое вот здание разбитое тут наоборот знаете фасад нормальной а окон и дверей нет этом и крыша упала и снова мы благополучно с вами добираемся до гаврилова и все ближе все ближе мы с вами подходим дому номер пять который ждет ваня его мама быть может родственники мы уж так сильно не общались ну зимой интересно магазин номер 63 и он собачки собрались в кучку чужаков прогоняют ух такие здоровые это у нас детский садик поселка ханьчжонково слабкая беда совсем совсем беда хорошо что закончился дождь это меня радует сейчас мы с вами подходим к более-менее такой оживленной атмосфере данной улице если там она в конце уже такая немножко безлюдная мягко говоря то тут вот возле декавровского возле советской администрации тут движение движение люди 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 человеку плохо стало за советской районной администрации собачек сильно много герои социалистического труда герой советского союза колобухов кстати колобухов улица гаврилова именно заканчивается улице колобухова оказывается это тоже герой советского союза между прочим так знаете обо всех все узнать не можешь это уж так если заинтересует ну а вот сам гаврилов гаврила видите так ошибочка вышла друзья наверное все таки не петр михайлович а иван самсонович но то хоть я вас обманул жестко сам того не знаю потому что написано улица гаврилова ну я нашел информацию про петра михайловича гаврилова я думал в честь него и назван а а скорее всего названа улица в честь ивана самсоновича ну который тоже является героем советского союза но является совсем другим человеком уж меня простите ну ладно это у нас такой небольшой скверик перед дом культуры воровского и вот там вот через дорогу у нас уже дом номер семь а рядышком дом номер пять куда мы с вами и держим путь здесь именно мы с вами прогуливались когда был последний обзор по ханжон кого там какая-то новая площадка детская давайте сейчас сходим туда а потом вернемся обратно много-много скамеек но они знаете они каменные то есть на них сильно долго не посидишь ну и как же быть здесь не подойти к одной из достопримечательностей данного района это памятник шубину хранителю недор донбасса мифическое существо которое вроде как живет под землей большая большая борода ну все это сказка мне кажется когда мы с вами здесь были последний раз я вот это вот спортивной площадке не наблюдал могу ошибаться но кажется ее не было она новая ну да совершенно новая только недавно сделано ну что-то я не вижу тут урн вот увидел что банка валяется из-под напитка ноут урн я здесь не вижу могли бы там как-то по бокам и сделать физкультурный оздоровительный комплекс открытого типа по код министерство спорта российской федерации то есть можете более подробно изучить как это было сделано красота красота смотрите такое футбольное поле с искусственной травой прям я аж загордился нигде не читал день не смотрел никакое видео про это но как видите здесь так мягенько ходить можно падать смело стол главное главное чтобы это не ломали не крушили сохраняли тут видите как удобно перекладина можно на любую высоту ее поднимать и подтягиваться тут и для маленьких есть для самых маленьких красота можно подкачаться подкачаться можно для пресса хорошо люди спортивные бегают ну и там где футбольное поле там где турники конечно же бастетбольное поле тоже здесь тоже с резиновым покрытием только кольца немножко уже погнуты что называется наверное горячие парни бастетболисты прыгали на это кольцо и большой вес погнули все ну вот тебе и новое а тут видите что то было старое скорее всего скамеечки наверное я не знаю одни ножки по оставались я утверждать не буду не знаю радует что территория открытого типа то есть можно зайти и играть футбол никому ничего не платить но вот уже печаль тут за воротами там полно банок склянок жестяных пластиковых но не должно быть этого друзья но если вы пришли поиграли футбол мы заберите с собой что тут мусор на елки-палки урн нету да урн нету но забрать с собой можно мне очень нравится когда вот так вот все когда вот что-то новое построили видно что она новая и будет служить жителям города в частности поселка хожонково ну вот с мусором да я не понимаю то ли не предусмотрено по каким-то параметрам урны на этих площадках ни одной урны нету странно но повторюсь еще раз это не повод если урн нету это не повод значит бросать мусор на этой площадке надо его уносить с собой значит просто напросто так и тут это у нас была детская площадка мы их не подходили она как бы вроде была полностью готова но вокруг еще не было облагорожено где-то вот с той стороны добираюсь к этой новой детской площадке через то есть бывший парк я так понимаю потому что переплетаются дорожки именно пешеходные дорожки то есть когда-то эта территория все было ухожено будут хороший парк и тут у салитского импровизированная кострича на самках то есть такое место было это вот возле дома культуры воровского просто раньше здесь не ходил там доходил только до дырка и потому-то он детская площадка подходил чтобы так побродить именно по этой территории я думаю тут все так заросшая а нет вот дорожки тропинки все конечно заброшено но вот видите тоже в зелень пошла куда она выводит я не знаю а быть может знаете а быть может оно и было убрано чуть-чуть так расчищено я не скажу ну вот если вот так все это мелочь по вырубать деревья такие красивые березы огромнейшие но вот самая это детская площадка которую мы с вами уже наблюдали раньше я всего один раз здесь был это уже на нее набрел так случайно даже не знал что она здесь есть и вот тут тоже что то было смотрите то ли фонтан то ли что круглая подсказывать что здесь было я и там чуть дальше ходил тоже какие-то фундамента руины то есть тут когда такая жизнь была на в этом парте старожилы напишите пожалуйста вдруг вы это видео смотрите мне очень сам очень интересно узнать хотя бы что здесь было ну а вот именно здесь урн очень много здесь хватает и они совсем не переполнены пустые то есть здесь смотрят ухаживают убирают замечательно ну и детская радость для маленьких деток хорошо когда так но мы тут долго задерживаться не будем я это вам уже все показывал и не только я найти другие блогеры тут ходили наша цель сейчас и добраться до дома номер пять ну а вот сам дворец культуры имени воровского который кстати был открыт в 1958 году и еще момент солнечной панели 1 2 3 4 5 6 7 8 то есть 8 16 фонарей в темное время суток здесь светло точно идемте дальше людей мало встречаю знаете мне кажется в те разы я был тут такое движение какое-то было ну что что время ранее часов 11 сейчас будний день люди работают это мы шастаем ну я лично от подобных прогулок я уже об этом говорил и не раз лично я получаю удовольствие мне это нравится вот так вот ходить пусть даже по знакомым местам пусть я уже здесь был пусть я вам это уже даже показывал но всегда интересно ромашки 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 лютики как бы нам пройти и вот если мы здесь то так вот постоянно подходим то к одному памятнику то другому памятнику тем более к памятнику ханжон кого сейчас нам надо с вами перебраться на ту сторону дороги и уже эти места для для ивана более чем знакомы но мы с вами здесь как-то уже проходили ну так чтобы заострять на чем-то внимание то нет вот у нас именно что дом культуры воровского или про не дворец культуры или про не дворец культуры или про не дворец культуры дорожку перейдем скоренько где бы так разобраться где что потому что ну давайте в первую очередь зайдем во дворы потом будем разбираться ваня написал мне чтобы он хотел увидеть если я чего-то не понял то давайте так то давайте так что в любом случае мы тут ходим бродим и вот кадр вот гаражи допустим да гаражи где я так понимаю ваня бегал резвился тут где-то какая-то должна быть библиотека и окна снять над библиотекой ну так неспешным шагом давайте прогуливаться а где же библиотеку то найти ну да в принципе на эти гаражи забраться не так уж и тяжело еще из деревянными ох на этих аппаратах гоняют все знаете их такое разнообразие появилась люди даже умудряются помидоры сажать под своим окном дом номер 6 уже с другой стороны это у нас получается переулок толстого на него выйду и снова пойду в сторону улице гаврилова что-то я не могу стол найти на котором ваня его друзья потом взрослые играли в домино а если тот стол давайте зададимся вопросом быть может его уже нет фонари и смотрите какие фонари еще тут металл еще металл со звездой еще не вырезали переулок толстого ветеринарная это ветеринарка здесь библиотека еще и детская давайте сейчас будем кого-то спрашивать ну что я не в курсе немножко я не вкус и стол стол где игровые аппараты кафешка было это кафешка не вряд ли она новая пицца бар кстати может с вами будет зайти пиццу заказать посидеть немножко стоматология это пятый дом еду кто в магазин улица гаврилова 5 где же нам найти то все что мы хотим найти это у нас седьмой дом магазин воровского ах то запчасти и 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 ну гаражи мы с вами нашли а вот стол столб детская библиотека я этого извините не вижу уж простите давайте сюда еще пройдем может где-то здесь я так понял он должен был быть во дворах чего дворе этот стол ну уж такое пожелание у вани было стола не вижу талантин и авт это мы возле шестого дома только с другой стороны тут я тоже никакого стола не вижу ну вот наверное ну вот быть может вот это быть может вот этот стол я не знаю только ваня может это сказать самодельный такой тут только что два парня сидела я уже не стал подходить думаю дождусь пока уйдут ушли подошел но это оказывается стол ну вот вроде и стол мы нашли с вами надеюсь это он был потому что другого ли ничего не вижу осталось найти только библиотеку детскую детскую библиотеку кому бы спросить ох подозрительно выклижу знаете если за мной кто-то следит там из окна то я очень подозрительно выгляжу потому что хожу вокруг да около по двору то там прошел то там прошло там стали постоял там подождал ну точно что вы какой-то шпион еще разучи гаражи попадают в кадр я не думаю что они изменились хотя я не знаю сколько прошло лет так ну насколько я успел узнать на вошел магазин и узнал что библиотека детская была вот на этом месте получается на этом месте было сейчас тут ветеринарная клиника ветеринарная клиника можем еще ближе подойти и прочитать часы работы так график работы офис понедельник пятница перерыв в ветеринарный врач при врачах появляется понедельник воскресенье воскресенье и понедельник выходные дни в клинике ну вот когда ты здесь была библиотека детская я бы ее бегал бы искал тут бы полдня вошел магазин зашел магазин и спросил так ну вроде как все вроде как все что надо было все было снят я попытался найти все что было сказано или попросили сейчас хочу еще к 14 дому подойти потому что тоже тоже хотели его увидеть дом номер 14 это же хорошо что я в последний момент увидел чуть-чуть дальше я прошел обхожу обхожу тринадцатый дом и будем сворачивать и вот он сам дом номер 14 это со стороны со стороны дороги ну и зайдем во двор тут я так понимаю свет отключили потому что я в магазин зашел темнота ну это дворовая часть дома номер 14 теперь по переулку толстого мы с вами идем в сторону улице тирова принципе она уже видна эта улица тут мы с вами как-то гуляли капучино можно за сто за 110 одну ложечку что не очень до понял когда я вам буду отдавать а я беру всегда тогда я буду отказывать зашел в панк отдох купил кофе . юнкова сижу пока пристаю сейчас же наверно с вами идем на автостанцию советскую да в принципе можем ехать домой на часах у нас сколько 12 часов дня показал я вам немножко в очередной раз ханжонка быть может ваших мест мест ваших родных домов улиц вы не увидели но но это сегодня значит увидите в следующий раз или же у вас есть всегда возможность мне написать лично и я всегда готов и рад показать вам ваши родные места после дождя реально так стало свежо после такой знойной жары сейчас лихается погода идеальная особенно когда дождь не идет сейчас мы с вами направляемся к советской автостанции ханжонка садимся на шестерку и на 5 а принципе это это едет у нас на автостанцию плеханова просто разными дорогами доезжаем почти домой там потом восьмерка а тут автостанция здесь люди люди живенько так он бегает стопы да по своим делишкам не хочется долго стоять чтобы так подойти сразу бы запрыгнуть и поехать а а а а а а тут как-то там живенько знаете много людей как-то помнится бывал здесь совсем было мхал и все-таки придется нам ждать своего маршрута ни одного нет этот нам точно не подходит который только-только подъехал так ну и 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 у и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Домчали с вами с ветерком Ну что можно сказать о сегодняшнем дне Точнее о сегодняшнем полдня На часах у нас где-то час или пол второго я не смотрел Так мне кажется неплохо так с вами прогулялись И я прогулялся и вы прогулялись Как будто со мной, как некоторые пишут Если понравилось, то с вас как всегда лайк, какой-нибудь такой развернутый комментарий Еще немножко зеленая Но уже сладкая Эх, что мы тут имеем Сегодня залили буквально час назад Еще становиться нельзя Это я вот соорудил Такое небольшое приспособление Как бы не свалиться Папара-пам-пам-пам Ух, эти ремонты, знаете Как-то оно все Неудобно Буф Бабах Все Вроде как это Вроде как не жарко, но вот только-только Солнышко вышло, уже парит так Бу Ну что ж, на этом будем прощаться с вами Как вы догадались, я уже дома Сейчас мы Файлы сбросим на компьютер С компьютера телефон Быстренько все смонтируем Насколько это возможно быстро И надеюсь, вечером вы уже Этот ролик увидите Так, что я хотел еще сказать Если у вас Желание возникнет, чтобы я Снял какое-либо место в городе Матеевка для вас Сделал какой-то обзор улицы дома Не знаю, в целом поселка какого-либо Пишите в личку Всегда оставляю ссылочку на Контакт, соцсеть Под каждым видео Пишите личным сообщением Будем договариваться, смогу ли я вам Для вас снять Всем пока, до новых обзорных видео С вами был Алекс И как всегда, Матеевка Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok